Полоть грядки от сорной травы – это очень утомительный и надоедливый труд, но сорняки уменьшают количество урожая в несколько раз, поэтому приходится мириться с такими проблемами. Но я хочу рассказать вам про три способа, которые помогут избавиться от сорняков и лишней работы на участке. Первый способ – это мульча. Он самый надежный и лишает семена света для развития. В роли мульчи вы можете применять компост, перегной, листву, бумагу и многое другое. Но выбирать их необходимо с толком. К примеру, торф повышает кислотность почвы. И в такой почве далеко не каждый куст сможет вырасти. Более того, вместе с мульчой в огород легко занести семена сорняков через перегной или компост. Учтите, что цветы сорняков класть на кучу не рекомендуется. Как выявить присутствие сорных семян? Обработайте компост водой. Если всходы возникнут спустя пару дней, значит куча засорена. И применять ее в роли мульчи не советую, пока она не дозреет. В этом помогут ЭМ-средства. Из неорганики в роли мульчи можно применять агротекстиль. Второе средство против сорной травы – это водка. Способ придумали в Америке, и он отлично работает. Суть в том, что почву необходимо обработать раствором воды и водки. Разводим 150 граммов водки на 1 литр воды и проливаем таким раствором по почве за месяц до старта посевов. Водка ускоряет прорастание семян сорняков, за счет чего их можно будет выполоть за один раз. А эффект от такой обработки сохранится в течение пары лет как минимум. А еще вам нужно правильно заготавливать органику, поскольку сорняки появляются из-за неправильных агротехнических действий. Если вы используете свежий навоз, который содержит семена сорняков, на грядке будут расти не столько культурные растения, сколько сорняки.